всем привет доброе утро начинаем утро и день со мной и так для начала чистим зубы и умываемся я чищу зубы зубной пастой marvis очень многие спрашивали что это за паста это паста итальянского производства я ее заказываю или онлайн или покупаю в tk max иногда она бывает здесь в аптеках пока я не нашла может быть где то есть но я не увидела и сегодня умываюсь умывалка для рожки лим для умывания она идет более для жирной комбинированной кожи у меня есть две умывалки и даже три и я их периодически так чередую чтобы кожа не привыкала к одному какому-то ингредиенту лицо после умывания всегда вытираю косметическими салфетками не полотенцем все-таки на полотенце остается очень много микробов а чистой салфетки намного лучше для лица и наношу на лицо маску тканевую салоя на отлично увлажняет лицом маску уже сняла и обязательно с травы пекла им стакан теплой воды ну как теплой комнатной температуры я их не грею но она должна быть не холодная точно и уже после этого начинаю заниматься своей любимой зарядкой гимнастикой я делаю зарядку для спины на осанку и конечно на то чтобы убирать отеки по утрам это очень помогает делать гимнастику давно она делается достаточно легко просто в домашних условиях без никаких там подручных средств ссылочку на канал с которым я занимаюсь оставлю в описании под видео если кому-то интересно это не реклама это просто мой приятный полезный вам совет а а а после гимнастики на осанку спину шею я занимаюсь гантелей таким образом даю нагрузку на руки и конечно же приседаю чтобы хорошо выглядела задняя часть фигуры и ягодицы тем временем когда уже закончила зарядку принимать готовить себе завтрак это у меня первый прием пищи нашла две-три свеколки которые остались от винегрета и решила их использовать лежали в холодильнике натираю на терке делаю такой себе салатик на терке добавляю соль черный перец и чеснок и специи вот у меня есть смесь трав получается очень вкусно можно еще добавить масло я добавляю не оливковое масло тыквенных семечек получилось очень вкусно я съела весь салатик за утро салатик готов и теперь собираю себе полностью тарелку моего завтрака рисовые хлебцы смазываю филадельфии кстати рисовые хлебцы очень вкусная кто еще не пробовал обязательно попробуйте конечно они на любителя если честно по вкусу напоминают чем-то попкорн а также на хлебцы накладываю красную рыбку и выкладываю рядом салатик из свеклы и еще сегодня добавляю здесь в тарелку корейскую морковку морковь по-корейски которую сами делали получилось очень вкусно и как вы видите уже одна банка подходит концу также сюда нарезаю себе в тарелку мягкий сыр что-то наподобие бри он тоже очень вкусный вот такой завтрак у меня сегодня теперь иду в душ буду мыть голову а вот такой линейкой сейчас мой голову от керастаз мне очень нравится голову помыла немножко высушила полотенцем и теперь собираюсь у нас сегодня несколько терминов мне нужно сфотографироваться на документы еще кое куда нужно заехать дима как раз придется работы после обеда пораньше и мы поедем так что собираюсь вместе с вами я делаю такой вот неброский дневной повседневный макияж кто ходит на работу я вам его советую для начала наношу крем от доктор эйч очень классный наношу его как базу под макияж дальше у меня биби крем от миша и кушоном его хорошенько растушевываю по лицу волосы кстати сушу уже после того как накрашусь не намного так удобнее сначала их вот собираю такой повязкой повязкой покупала в дм она там недорогая ну очень удобно и также наношу консилер под глазки и на зоны где есть какие-то может быть высыпания или следы от высыпаний пост акне в общем то что вы хотите скрыть после того как нанесла биби крем и консилер наношу вот такие румяна можно назвать или больше похоже это на хайлайтер я его уже показывала от эвелин очень классно его постоянно покупаю в дм я от него в восторге уже пользуюсь им года два точно и теперь еще брови немножечко укладываю вот таким гелем для бровей ну и практически завершающий этап это тушь тушь у меня ты в сен лоран и кстати я купила в duty free когда мы летали летом в грецию она была на скидке за 30 евро и до сих пор и пользуюсь вот уже больше полугода очень нам не нравится ну и в конце наношу конечно же матовый такой матовую помаду на губы такая вот светло-розовая для дневного макияжа мне кажется идеально теперь принимаю за волосы на волосы после того как я их сразу сняла полотенце нанесла масло от ритуалс и теперь перед высушиванием обязательно наношу термозащиту термозащиту можно покупать любую та которая вам подходит у нее у всех одна функция по факту и сушу волосы фен у меня от babyliss еще у меня есть утюжок тоже от babyliss но я им очень редко пользуюсь в основном у меня волосы так прямые от природы чтобы я сфотографировалась и мы потом поедем волка чтобы отдачку какие документы будут не делать новую карточку не знаю смысл но я имею ввиду не то что смысл всего этого можно было на старой все оформить но почему-то решили что нужно делать делать новую так что будем сейчас это все надеюсь все успеем потому что сейчас уже пол 4 аука работает до 5 а нам нужно заехать в калфанд сфоткаться там при входе из тети каких называют домики для фотографий вот и хотим сдать бутылки банки все вот это ненужное и купить воду кое-что еще нужно купить хочу сделать вечером пасту карбонара в общем как всегда запланированное меню меню пошло наперекосяк так что берем вас с собой несмотря на то что на улице солнечно но очень-очень холодно камера передает только только солнышко но мороз ветер очень холодный сейчас где-то два градуса достаточно холодно в общем сегодня последний день зимы 28 февраля завтра вроде бы весна отключение что к нам опять зима пришла все мы едем у меня папочка в руках и отправляемся мы уже подъехали дима сдает тару стеклянную в эти вот контейнеры а я сижу иду сейчас повернем уже туда на парковку встанем и пойдем в магазин и что самое главное чтобы мы сфотографировались точнее я самая главная задача все остальное не так важно на часах кстати уже без 24 надеюсь что мы успеем потом балка заскочить там можно было отправить письмо но хочется зайти уже и разобраться полностью что мы уже зашли в халфанты даже сделали подпись вам покажу вот так это выглядит 4 фотографии здесь стоит 10 евро садишься выбираешься правильно садишься как нужно он все рассказывает автомат и 10 евро стоит четыре фотографии стандартные 35 на 45 сейчас только нужно будет вырезать нужную клеить и все дима уже сдает там наши бутылки и тот ящик с бутылками тоже сюда сдаем с стеклянными с минеральной воды и сейчас купим другой уже с полными и смотрим что это за средство передвижения такое ощущение что это какая-то капсула из будущего каждому свое как говорится так мы уже едем волка я с фотки сделала показывала вам сейчас быстренько там разберемся и домой покажу что купили сегодня на 45 евро 46 где-то из магазина но минус 10 евро за все бутылки на 56 но это еще немного слава богу не на 200 теперь капсула едет перед нами смотрите быстро едет скажу маленький не переживай что какой-нибудь фура его затопчет нет он решил свернуть куда-то на а там мотыляет по всей дороге там все еще и ощущение что там человек не поместил особо не на сотрить как это очень странно в позе зю разве что третье какая малюсечка я в шоке сзади там телепается что мы приехали уже домой волка разобрались быстро достаточно и показываю что мы взяли зелень в кауфланде взяли петрушка там и два пучка укропа дальше взяла такой лук-порей 1 сегодня хочу сделать пасту карбонара и добавить туда лучок обычно без лука она делать захотелось взяли говядину кстати вот такая упаковка говядина 800 грамм за 680 получается килограмм стоит написано сколько он стоит ну сколько там примерно около 9 евро наверно вот такая вот говядинка типа гуляш сделаю потушу и до 3 марта у нее срок годности его замораживать не буду оставлю в холодильнике и через пару дней день-два потушу с овощами вот такой хлебушек себе взяла решила попробовать он без дрожжей без ничего с семечками этими подсолнечника вот дальше фету взяли такую маленькую обычно дальше взяла бекон он был на скидке где он там 2 он был на скидке по евро 29 поэтому взяли две штучки вот такие дальше вытащила уже здесь куриный паштет взяли свиной раньше покупали что мне не особо куриные все-таки вкуснее ну или индюшины еще можно брать тоже вкусный взяла попробовать вот такой можно сказать что творог это творог йогурт что-то все вместе крем без сахара без ничего с кокосом с протеином думаю что мне должно понравиться молочка вообще не им хоть что-нибудь такое похожее взяли такую колбаску диме на завтрак он обычно есть какие-нибудь бутербродики посмотрим салями будет вкусно сливки взяла тоже для пасты и здесь еще один такой себе взяла тоже раньше его ела хай протеин очень тоже вкусный вот и показываю что у нас во второй сумке сейчас так во второй сумке яйца упаковку одна десяток взяли мы взяли то что у нас по заканчивалась примерно взяла опять вот эту свеклу готовую нам не очень понравилось сегодня вот утром вы видели на завтрак себе натерла с чесночком с специями очень вкусно взяла еще это чек на 46 86 дальше дима себе взял такой лимонад можно сказать оранж дальше кока-колу тоже себе взял он ее пьет очень редко и вот сейчас эта бутылка будет нам не нам я ее не пью на месяц-два пиво он тоже себе взял две бутылки просто чтобы было дома но он сейчас не пьет пиво потому что болеет и работы много все такое в общем пусть будет вдруг скоро праздники может быть выпьет и все здесь осталось вот картошка два с половиной килограмма обычные беру все это закупочка у нас сегодня скалкланда и сейчас буду все раскладывается заниматься делами работой и попозже сделаю пасту карбонара вам конечно покажу как я ее делаю может быть она не именно классическая не именно когда какая должна быть как ее делают там на ее родине но я делаю как нам вкусно как я привыкла думаю что вам может тоже понравится ну что принимаю за приготовление нашего ужина как я говорила буду готовить пасту карбонара в моем понимании возможно это не классическая карбонара но зато очень вкусная несколько зубчиков чеснока нарезаю небольшими слайсиками также нарезаю лук-порей и отправляю на сковородку обжариваться на сковородке обжариваю на оливковом масле добавляю пару кусочков сливочного и оставляю обжариваться до золотистого цвета нарезаю небольшими кусочками бекон у меня уходит одна упаковочка бекон тоже отправляю сковородку и обжариваю до готовности до золотистого цвета тем временем уже у меня нагрелась вода и буду сейчас отваривать пасту паста у меня барилла номер один то есть самая тонкая отвариваю в подсоленной воде до готовности около пяти шести минут нарезаю также мелкий укроп буду им потом посыпать пасту делаю заливку два яйца выбиваю в миску добавляю туда 15 процентные сливки обязательно нужны не жирные и хорошенько все перемешиваю паста у нас уже варится это все жарится тушится уже все